Знаменитого отшельника с Ярославского шоссе выселяют из землянки. Участка, на котором он живет, объявилась собственница. Юрий Алексеев за 4 года обустроил там целый город и библиотека. Своё электричество проведено. В общем, мужчина сам бывший юрист и о больших штрафах, конечно, знает. Согласен ли современный Робинзон Крузен условия хозяйки? Диана Сирази отправилась в гости к отшельнику и узнала у собственницы, как и когда его будут выселять. Алло? Да, здравствуйте. Домашний телефон вместо домофона, звонок в дверь. Всё как в обычной квартире. Только квартира эта в землянке. Не согнувшись, не войдёшь. Будьте любезны, заходите, пожалуйста. Да, да, заходите. Рядом с Ярославским шоссе будто кусок острова. Но остров вполне обитаемый. Здесь всегда рады гостям. Горячие напитки на готове в любое время суток. Готов кофе, сейчас будет готов чай, петрушка тоже готов. Петрушка шутит Юрий Алексеев как пятница. Единственный сожитель. Кролика подарили проезжающие автомобилисты. Дрессировка прям. Ему надо... И так здесь ждут любого человека. Кроме одного. Вот она, хозяйка земли, на которой и живёт Юрий. О том, что её собственность на 106-м километре Ярославки стала такой популярной, благодаря современному робинзону Круза, Гузель Алимова узнала из новостей. Ну, я в принципе психологически очень готова к таким разным, разношерстным людям, да. То есть это не было какое-то открытие, что люди так живут. Ну, удивительно было, что на моей территории. Участок в 20 соток Гузель купила 5 лет назад для строительства дома. Но всё это время начать задуманное не было возможности. А вот теперь она появилась. И первым об этом узнал, конечно, сам Юрий. На самом деле люди на этой земле, они, в общем-то, ведут себя, мне кажется, по-хамски. Это первое, что сказал отшельник, услышав, что его хотят выселить. Кстати, он сам бывший юрист. И вот, 4 года назад с карьерной лестницей спустился под землю. В этой стране нужно работать с утра до вечера, чтобы обеспечить себе пропитание. Вот эта мысль, мне кажется, абсолютно абсурдная. А современные юристы в удивление качают головой. Неужели так быстро забыл обо всех законах? Самовольное занятие земельного участка. В данном случае у нас предусмотрены законодательством штрафы, довольно серьёзные. Они зависят от кадастровой стоимости земельного участка. Штраф за захват участка доходит до 100 тысяч. В любой момент мужчины могут выселить судебные приставы. Готовы отсюда уйти в другое место? Так я вообще, знаете, я готов с момента, как я родился. То есть вопрос только, под каким соусом меня будут есть. Но Гузаль обещает, есть никого не будет. Просить его негативно, с помощью полиции, как-то его я не хочу. Я всё-таки же осознаю, что ему негде находиться. Да, одновременно с этим я понимаю, что пришло время мне поднимать дом, да, устроить. А Юрий показывает, как нелегко будет переезжать. Столько всего нажил за 4 года. Тут и интернет, и электричество. А главное, огромная библиотека. И стратегические запасы еды. Гостинцы от автомобилистов. Привёз ещё, наверное, в позапрошлом году эти макароны. Они здесь висят, как, знаете, наверное, либо как памятник, либо как на чёрный день. Чёрный день – это переезд. Быстро отсюда не съедешь, да и одному не справиться. Он ушёл от людей, но теперь придётся возвращаться к ним за помощью. Провожая нас, он покажет, как обустроил свой двор. А Гузаль предлагает свой вариант – переселиться на соседний участок. Может быть, на соседней территории он строит новый дом, и будем полноценными соседями. Вот только любая земля кому-нибудь да принадлежит. И возмущённый хозяин рано или поздно всегда найдётся. У нас нет в России бесхозных земель. У нас земли либо в государственную, либо в муниципальную, либо в частной собственности. Даже в глухом лесу действует закон – можно только грибы собирать, да шашлыки жарить. Но никак не жить. Поэтому, чтобы стать законопослушным отшельником, Юрию нужно на работу устроиться и денег накопить на покупку своей земли. Диана Сирази, Дмитрий Коновалов, Анна Шамовская. Новости 360.